После снегопадов и штормов общегородской субботник пришелся как нельзя кстати. Сочинцы вышли на масштабную уборку в канун сразу нескольких значимых для всего мира мероприятий. Всемирные военные игры и российский инвестиционный форум уже не за горами. И город должен быть готов к приему гостей. За метлые грабли взялись порядка трех с половиной тысяч человек. Наводить порядок вышли жители во всех районах и селах города. Это вот именно активисты, которые постоянно приглашают. Я знаю, что они меня никогда не подведут. И мы стараемся это делать. Но я думаю, глядя на нас, со временем больше нас будет. Во время субботника пришлось разбирать целые свалки. Кстати, совсем не в отдаленных районах, а в пяти минутах от центра курорта. Строительные отходы, бытовой мусор, все то, что жители не посчитали нужным выкинуть в мусорный бак или отвезти на свалку, собирали и вручную, и при помощи техники. Разбирать приходилось самые неожиданные находки. Вот, например, завокзальный район. Здесь во время субботника обнаружили чье-то жилье. Чтобы снести этот самострой, не потребовалось много сил и времени. Но самая массовая уборка прошла в Адлерском районе. Место, куда съезжаются миллионы туристов, должно быть готовым встречать гостей круглый год, считают сочинцы. Сегодня силами района организовано где-то свыше тысячи человек, людей, которые распределены по всему району. Это склоны, это территориальное управление, которое у нас занимается по сельским округам, работают сегодня на субботнике. Школы подняты, подняты, соответственно, наши все учебные заведения, которые находятся в районе. И все же основной удар на себя взяли коммунальные службы. На субботнике задействовали и спецтехнику. Всего около 160 единиц вычищали улицы и дворы от накопившегося мусора. Задача привести в порядок город в короткий срок поставлена главой города Анатолием Пахомовым. В первую очередь поручения были даны главам районов. С них и спрос за организацию работы на местах. Таким же образом, сами сочинцы должны спрашивать со своих управляющих компаний за чистоту и порядок во дворах. Сразу после завершения общегородской уборки – инспекционный объезд. Первый заместитель главы города Мугдин Чермит вместе с коллегами выезжает на проверку. Акценты на незаконно установленные баннеры, рекламные щиты на санитарном состоянии территории города, ограждений, заборов и конструкций. По ходу движения микрофон передается ответственному за ту или иную территорию. В центральной части Сочи достаточно чисто. А вот Хостинский район получает несколько заданий – убрать ветки и обновить дорожную разметку. Адлерский район под особым контролем. Аэропорт, Олимпийский парк, Красная Поляна – самые популярные места среди туристов в зимний период должны соответствовать. Уже в горном кластере говорят о работе по очистке улиц от снега. Дороги расчищает спецтехника. Там, где это необходимо, берут в руки лопаты. Рейд по гостевому маршруту в Сочи за последнее время уже третий по счету. Было два объезда инспекционных города, где проверяли санитарное состояние, состояние 73-х гостевых улиц, где проверял состояние основных гостевых маршрутов, для того, чтобы их привести к единому архитектурному облику, для того, чтобы город выглядел достойно к этим серьезным событиям. Предыдущие объезды позволили выявить целый ряд недостатков. Итоговый рейд показал, что работа над ошибками практически выполнена. И город готов ко встрече гостей, для которых в Сочи и в феврале должен оставаться лучшим курортом России. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.